давайте даже на запись бахнем мунсор спасибо за донейт видео называется how to play grunge с канала face devices давайте сделаем лет сводч этого ролика блин да это легендарный же чувак такой достаточно его с мастейном постоянно сравнивали когда-то еще там в супер бородатых супер бородатых 7 лет назад всего-то всего 7 лет а с другой стороны целых семь лет ладно играть гранж я не буду делать экскурс в историю потому что все и так знают что гранж взялся из сетла да экскурс в историю сделал вот человек мы недавно на него реакцию сняли тоже забыл название и ролика и человека ну ладно так что там и кто этот гранж играл и его яркие представители я расскажу о том что все-таки в первую очередь характеризует этот самый гранж давай-ка все слышали что гранж это грязное звучание многие даже считают что грязно грязный стиль игры грязное исполнение но это не так на самом деле все четко и чисто и ритмично откуда же берется это грязное звучание при чистом исполнении ну в первую очередь мы знаем что на дисторшине или овердрайве квинты кварты звучат достаточно чисто ну допустим ну да пауэр аккорды вот и читаем а ну а в гранже так уж принято было использовать уже более красочные аккорды грубо говоря как мы играем на акустике ну да вот это переводится на электрогитару и то есть используя по сути да вот этих всяких интервалов чисто звучащих тут уже используются терции септимы и все вытекающие ну да то есть а то ничего еще обожающе оно конечно грязновато звучит но при должном исполнении это будет очень вкусно второй моментик это звукоизвлечение звукоизвлечение скажем чесообразное то есть грубо говоря постоянно идет чес по аккордам интервалом и прочим одиночным нотам ну например дальше вот этот вот чес дальше вот этот чес очень клево используется при грейк миттере мастынь продался да давайте чуть-чуть скорее говоря тот же рок получается но более такой размазанный ну допустим продиджи в гранжевом стиле вот такая вот загабулина поздравляю кто подсел на граниду любой репест на балды с боевым крещением добавляет грязи вот этими всеми интервалами то есть допустим я думаю да еще помимо интервалов то есть есть полуконтролируемые такие всякие грязные флажелеты какие-то типа полуполу ненамеренные какие-то там скольжение соскабливание прочих херня то есть и все это делается за счет того что сам звук дисторшна делается таким чтобы все это не звучало плохо прием именно играю чистыми аккордами то есть полный аккорд мажорный или минорный там или септ аккорд какой-то цыгра на дисторшне создает вот эту грязь даже если он взят чисто что скажу про плюс минус да они тоже можно сказать простенькие а можно сказать не очень в общем поговорите с тумом морелло он вам все расскажет и самый главный но там морелло-то конечно тот еще гранжер ну ладно это играть нужно чисто уверенно и ритмично то есть что что типа аудиослейф что ли гранж ну такое ну в принципе соло да нет какую-то то есть какую-то лютую муть любили наделать то есть я не знаю вот вспоминая ну все делали чуть-чуть по-разному то есть нирвана пирал джем или санчейнс там 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 павелцы вообще не помню был ли хоть когда-то соло у них в принципе но все по-разному все достаточно по-разному к этому вопросу подходили еще стрим или уже новый ну я спал на том стриме закончил его 8 утра и заново вот запустил уже новый потому что если вы будете играть говно оно не останется говном потому что грамотный человек услышит что это сыграно грамотно а обычный слушатель говно просто слушать не будет хотя на каждое говно найдется свой слушатель свой копрофил я бы так сказал ну так ничего нормально плюс минус он немного долго объясняет все равно то есть 4 20 как бы он так долго жует но но по большому счету да все четко все правильно